Здравствуйте! В этом видео я покажу, как учителю сэкономить время на заполнении журнала. Во-первых, теперь можно записывать домашнее задание и индивидуальные комментарии голосом, то есть просто надиктовывать нужный текст прямо в журнал. Во-вторых, теперь вовсе не обязательно заполнять журнал с компьютера или ноутбука и сидеть для этого в школе за столом. Приложение Mesh позволяет делать это со своего смартфона в любом месте, где есть хороший интернет. Итак, что надо сделать? Скачайте приложение Mesh на свой смартфон. Его можно найти в App Store и Google Play по ключевому слову Mesh. Если приложение уже есть, откройте его. Перед вами библиотека Mesh. Нажмите на значок в виде трех полосок в левом верхнем углу. Перед вами будет вот такое меню. Внизу найдите слово «Журнал». Если этой графы нет, просто обновите приложение. Итак, жмем на слово «Журнал». Появится список ваших классов. Выберите нужный класс. Вот список моих классов. Затем предмет. Выберите группу. У меня одна группа в этом классе. Перед вами список учеников выбранного класса. Поставим оценку кому-нибудь из них. Выберем день, просто прикасаясь к нужной дате. Чтобы поставить оценку, просто щелкните на поле напротив фамилии нужного ученика. Выйдет вот такое окно. Здесь нужно выбрать тип работы, за который ученик получит оценку. Это обязательно. Пусть это будет, например, домашняя работа. Теперь выберем оценку. А сюда можно добавить какой-нибудь комментарий к этой оценке. Например, дать индивидуальные рекомендации. В современных смартфонах есть функция распознавания речи. Для нас это означает возможность давать индивидуальные комментарии буквально за считанные секунды. В моем смартфоне это выглядит вот так. Надо просто нажать на значок микрофона и продиктовать сообщение. Например, прошу обратить внимание на произношение. Готово. Далее сохраним оценку. Теперь запишем домашнее задание. Выберите день, на который задаете домашнюю работу. Щелкните на поле напротив названия предмета. Вот здесь. Выберите домашняя работа. Здесь можно уточнить, будет ли это задание на оценку и насколько оно обязательно. Можно выдать задание всем. Для этого надо поставить галочку вот сюда. Можно назначить задание лишь некоторым ученикам. Для этого идем в список учеников вот здесь. Чтобы написать само задание, выбираем поле «Описание ДЗ». Можно написать его с клавиатурой или воспользоваться распознаванием голоса, что гораздо удобнее. То есть попросту надиктовать ваше домашнее задание. Прежде чем сохранять, необходимо проверить правильность распознавания речи. И если надо, исправить ошибки. Также можно прикрепить к заданию какой-нибудь файл, сценарий или параграф из учебника. Для этого надо нажать на знак «Скрепка» справа внизу и выбрать то, что надо. Я хочу добавить фотографию. Для этого нажимаю «Выбрать файл» и выбираю фото из памяти телефона. Можно добавить фотографию с дополнительными материалами, упражнениями, иллюстрациями, схемами, которые необходимы для подготовки к уроку. Не забудьте сохранить ваше домашнее задание. Пользуйтесь, экономьте силы и время. А я желаю успехов каждому из вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!